Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Иова. И сегодня мы будем с вами делать обзор 39 главы этой книги. И в этой главе содержится 30 стихов. Экзегеты так описывают содержание этой главы. Бог продолжает и показывает Иову, как мало есть у него оснований обвинять в немилосердии Бога, который был сострадателен к нижним тварям и заботился о них. Тем более у него не было оснований хвалиться собою и своими добрыми делами пред Богом, которые были ничто по сравнению с божественными милостями. Он также показывает, какой повод смириться был у того, кто знал очень мало о природе, окружающих его тварей, и вряд ли мог повлиять на них. Ему, человеку, следовало подчиниться Богу, Творцу, на которого все уповают. В частности, Бог имеет в виду такие творения, как диких козлов и ланий с 1 по 4 стих, диких ослов с 5 по 8 стих, единорога с 9 по 12 стих, коня с 19 по 25 стих, ястреба и орла с 26 по 30 стих. Итак, первый подраздел этой главы о диких козлах и ланях с 1 по 4 стих. Мы с вами помним предыдущую главу, где Бог говорил о земном, о небесном, о разных созвездиях, о разных катаклизмах, о смене времен, суток, о смене природных каких-то периодов, чередования тьмы и дня и так далее. Здесь Господь продолжает свое вразумление, и мы читаем с 1 стиха и ниже. «Знаешь ли ты время, когда рождаются дикие козы на скалах, и замечал ли ты роды лани? Можешь ли ты расчислить месяцы беременности их, и знаешь ли время родов их? Они изгибаются, рождая детей своих, выбрасывая свои ноши, дети их приходят в силу, растут на поле, уходят и не возвращаются к ним». Мы говорили с вами на прошлом занятии, что Библия – это божественное слово, и авторы разных библейских книг, они раскрывали смысл этого божественного слова, в категориях человеческой речи и в категориях человеческого языка. И Бог, собеседуя с людьми, использует их понятийный аппарат. Если бы книга Иова возникла бы в наше время, то здесь были бы другие примеры, здесь без сомнения были бы другие образы, другой зрительный ряд, но цель была бы та же самая, что и в древние времена, когда была написана эта таинственная книга. Человек действительно не просто не знает дни своей жизни, он знает только то, что совсем близко рядом с ним. Он имеет представление о том, как женщина рождает ребенка, но едва ли он знает, как дикие козы на скалах существуют в разные времена и как рождают лани, и как потом детеныши их покидают, их и уходят в поля. И экзегеты объясняют, неизвестны Иову и ответы на вопросы, поставленные в стихах первом-втором, ибо как бы сознавая особую свою беспомощность в месяце беременности и родов перед угрозой со стороны хищников и людей, дикие козы и лани, вероятно, имеются в виду серны, скрываются на это время в неприступных скалах, они рождают, и дети их набирают силу, без помощи и ведомо людей, но под изначально неусыпным попечением Бога, которое более всего выразилось в дарование им хранящего их инстинкта. действительно ничто не существует без Бога, без его воли и без его благословения. И далее с пятого по восьмой стих, «Кто пустил дикого осла на свободу, и кто разрешил узы анагру?» О чём здесь говорится? О том, что люди привыкли видеть осла в стойлах и анагра видеть в узах. Но есть и дикие ослы, дикие анагры. И хотя в понимании человека, наверное, всегда ослы были под властью человека, и анагры ограничены узами, но это не совсем так. «И кто разрешил узы анагру, которому степь я, говорит Бог, назначил домом и солончаки жилищем?» Он посмеивается городскому многолюдству и не слышит криков погонщика, то есть никто не ограничивает свободу этих тварей. По горам ищет себе пищи и гоняется за всякой зеленью. Экзогеты предлагают такое объяснение. Дикие ослы, не выносящие, в отличие от своих домашних собратьев, шума человеческих поселений, приручены быть не могут место их обитания, солончаковые степи, анагр, то же, что дикий осёл, не люди, но Бог разрешил ему узы в значение вышеуказанного, то есть сделал животным, не подлежащим приручению. И хотя человек думает, что он как бы вершина всего, и он может покорить любое творение, но это далеко не так. С 9 стиха и ниже. «Захочет ли единорог служить тебе, и переночует ли у яслей твоих, можешь ли верёвкой привязать единорога к борозде, и станет ли он бронить за тобою поле, понадеешься ли на него, потому что у него сила велика, предоставишь ли ему работу твою, поверишь ли ему, что он семена твои возвратит и сложит на гумно твоё? Библиисты объясняют, под единорогом, скорее всего, понимается дикий бык. Он тоже не может быть одомашнен, и в отличие от своего родственника Вала, не станет работать на поле. Он не повезёт запряженный в телегу человеческий груз, зерно, собранное иовом, например, к нему на гумно. И далее, с 13 по 18 стих, «Ты ли дал красивые крылья павлину, и перья, и пух страусу?» Действительно, павлин, в понимании древних, это царственная птица. И хотя павлины не имеют красивого голоса, древние считали, что это самые прекрасные птицы в смысле пения, если у них такие крылья, какой же должен быть у них голос. И древние считали, что по гордости павлин не исполняет пения, присутствия людей, которых как бы немножко презирают. 14 стих. Он, то есть страус, оставляет яйца свои на земле и на песке согревает их и забывает, что нога может раздавить их, и полевой зверь может растоптать их. Он жесток к детям своим, как бы не своим, и не опасается, что труд его будет напрасен, потому что Бог не дал ему мудрости и не уделил ему смысла, а когда поднимается на высоту, посмеивается коню и всаднику его. Вот здесь образ страуса, как бы непонятливого существа, но когда он воспаряет над этим миром, люди внизу, и конь, и всадник, это как нечто мелкое, чему можно посмеяться. Пришла и его мысль о такой удивительной птице, как страус, пришла бы и его такая мысль. Бог использует этот образ, Бог не гнушается, говорит о том, что человеку, может быть, даже неинтересно, и Бог осуществил эту мысль, он говорит об этом существе и указывает на то, даже это существо превозносится над человеком и парит по небу. Стих 13 «Ты ли дал красивые крылья павлину и перья и пух страусу» в русском переводе не соответствует еврейскому оригиналу. Стих этот должен читаться так «Весело развивается крыло страуса, аистовали это крыло и перо». То есть это все очень красиво, то, что створил Бог. И хотя человеку может казаться что-то бессмысленно, но в некотором смысле такие существа, как птицы, которые воспаряют над этой землёю, они самим своим существованием бросают вызов человеческой гордыне. 19 стих по 25 «Ты ли дал коню силу и облёк шею его гривою» То есть Бог не только сотворил коня, он и украсил это своё творение роскошной гривою. «Можешь ли ты испугать его, как саранчу? Храпение ноздрей его ужас роет ногою землю и восхищается силою, идёт навстречу оружию, он смеётся над опасностью и не робеет, и не отворачивается от меча, колчан звучит над ним, сверкает копьё и дротик, в порыве и ярости он глотает землю и не может стоять при звуке трубы, при трубном звуке, он издаёт голос, гу-гу, и издалека чует битву, громкие голоса вождей и крики». Здесь Господь показывает образ коня на войне и обнаруживает в этом существе больше смелости, чем если бы шла бы речь о человеке. Он как бы презирает смерть. Более того, животные вообще не знают о смерти. Они живут той реальностью, в которой они находятся. 26 стих по 30. Твоею мудростью летает ястреб и направляет крылья свои на полдень. По твоему ли слову возносится орёл и устрояет на высоте гнездо своё? Он живёт на скале и ночует на зубце утёсов и на местах неприступных. Оттуда высматривает себе пищу, глаза его смотрят далеко. «Птенцы его пьют кровь, и где труп, там и он». Помните, Христос сказал, где труп, там соберутся орлы. Это прямая аллюзия из книги Иова. И этот образ, он тоже очень прекрасен. Независимость от мира людей, жизнь орла и даже его птенцов. И далее 31-32 стих. «И продолжал Господь и сказал Иову, будет ли состязающийся со Вседержителем ещё учить, обличающий Бога, пусть отвечает ему». Здесь Господь как бы говорит Иову, после вот этих слов, которые я сказал тебе, после этих образов, которые пронеслись в сознание твоём, сможешь ли ты что-то возразить, что-то ответить? И вот этот второй стих, будет ли состязающийся со Вседержителем ещё учить, он звучит как заключительный выговор Бога, обращённый к Иову. И в любое учение человеческое должно замолчать перед учением Божьим, перед Божественным Откровением. Иов, он, конечно, добивался ответа от Бога, и вот теперь Бог призывает к ответу его, который как бы решился обличить Бога. И мы читаем далее, 33-32 стих. «И отвечал Иов Господу, и сказал, вот я ничтожен, что буду я отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои». В русском народе есть такая пословица «молчание – знак согласия», и здесь это не просто молчание, это отказ от каких-либо слов. 35-й стих, слова Иова. «Однажды я говорил, теперь отвечать не буду, даже дважды, но более не буду». То есть вот то, что я сказал, уточнил, этого достаточно. Он смиряется под руку Божию. Святитель Иоанн Златоуст пишет, «Смотри, как исправляет он Иов свою ошибку, почувствовав истинность обличения. Однажды я говорил, и то не по злобе, а по незлобию. Теперь отвечать не буду, даже дважды, но более не буду. В самом деле, кто я?» Как бы говорит Иов, ищущий суда с Господом. Чего не знал Иов по своему незлобию, тому он научается после обличения». То есть божественное обличение не имеет целью унизить человека, опозорить человека, но всегда имеет целью преподать ему правильный урок. Итак, сегодня мы сделали обзор 39-й главы книги Иова. Если будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем читать и делать обзор 40-й главы этой книги. сбоку.